Около 20 домов в посёлке Мартышкино Ломоносовского района построены на территории Лютеранского кладбища. После революции 1917 года оно было разграблено. 1759 год, и скорее всего там был похоронен некий броун, офицер из галштинских войск, которые квартировали в Орененбауме, которыми командовал великоднец Пётр Фёдорович, будущий Пётр III. В 50-х годах 20 века здешние земли распределяли между работниками городских заводов. Сложно представить, сколько подобных находок сделано первопроходцами этой земли, если даже через 50 лет переехавшая сюда семья Нанай, перекапывая территорию, находила приветы из прошлого. Поначалу, когда мы занимались уборкой, ну немножко планировка территории, дорожки прокладывали, находили. Хозяева дома лишнего ажиотажа вокруг себя не хотят. Правда, в местном краеведческом музее уже ходят слухи о безбожниках, построивших дом на фундаменте из костей и осколков надгробий. Это выдумка. Правда в том, что прожив 4 года с привычным видом из окна на склеп, решили оборудовать в доме подвал. И обнаружили часть надгробия генерала Фока, участника войны с французами. А находки сообщили, но ажиотажа не случилось. Пару раз приходили ученые люди, историки, а чиновники вообще ни разу никогда. Никакие. Никому это не надо, к сожалению. Самая главная проблема – вытащить надгробие из подвала. Весит оно около тонны. Необходимы профессиональные такелажники. А главное – нужно расширить выход из подвала. Самим это не под силу. Да и непонятно, что делать с надгробием после извлечения, если оно никому не интересно. Историк Сергей Горбатенко также уверен, подъем камня и реставрацию склепа должны осуществлять сотрудники КИГИОПа. Владельцы, в общем-то, они серьезные люди, и они осознают необходимость этого. И то, что зависит от них, я уверен, что они сделают. Во всяком случае, все переговоры свидетельствуют об этом. За 12 лет привыкнешь к чему угодно. Склеп оборудован под сарай, но каждый год строение все больше разваливается. Внутри на Най ничего не изменяли. Свод остался прежним. Даже дымовая труба выведена нехозяевами. Ходят легенды. В войну в этом склепе жили две семьи. В общем, с духовной точки зрения жить ничего не мешает. Привыкли. Реагируем спокойно. Мы их не тревожим. Они нас не тревожат. При взгляде на склеп сложно поверить. Это памятник регионального значения. Это памятник архитектуры регионального значения с 1991 года. То есть просто про него забыли или что? Ну, до него руки не доходят, не обращают внимания. Или что у нас и более значимые памятники разрушаются, к сожалению. Забывчивость для чиновников привычное дело. Действительно, и не такие здания разваливаются у них на глазах. Обнаруженная плита принадлежит генералу, участнику Отечественной войны. Наверняка ни одно праздничное событие по случаю 200-летней годовщины этой войны пройдет в этом году в России. Но пока осколки могил участников той войны лежат в подвалах жилых домов, война не может быть окончена. При жизни эти люди защищали отчизну. После их смерти отчизна забыла про них. Невозможно представить, что у проигравших ту войну французов разрушенные могилы генералов лежали в подвале где-нибудь под Парижем.